Шоумен, телеведущий, продюсер, музыкант, актер, певец, писатель, владелец собственного бренда одежды – все это разные проявления одного человека. Павел Воля – влиятельная фигура на российском телевидении, привычное и знакомое многим лицо в мире юмора. Так прочно закрепиться на ТВ и заработать солидную репутацию невозможно быстро. И дело не только во внешних обстоятельствах и многолетнем опыте. Скорее всего, есть еще такие внутренние качества и особенности общения, которые выгодно отличают Павла Волю от других и притягивают внимание аудитории. Какие личностные качества помогают Павлу Воле много лет развивать карьеру? В чем секрет его харизмы и уверенности в себе? Каким образом он проявляет мужественность? Как он прошел путь от гламурного подонга до семьянина? На основе чего выстраивает взаимодействие с людьми не только на шоу, но и в рабочей среде и семье? Как мировоззрение влияет на его стиль общения? И, наконец, какие принципы и законы юмора Воля применяют в коммуникации? И насколько его образ идеальный реален? Хоть Павлу Воле широкую известность принесли конфликты и словесные перепалки с гостями шоу Comedy Club, его оружие и главный элемент успеха не в провокационности. А в чем же тогда? Анализ медийного образа приведет нас к ответам на эти вопросы. Поэтому давайте приступать. Так как Павел Воля давно и регулярно появляется на телевидении, даже у тех, кто досконально не следит за его творчеством, в голове сложилось определенное представление о его персоне и манере взаимодействия с людьми. Я постараюсь разобрать это представление и понять, из каких элементов оно складывается. Попробуйте навскидку оценить, какие яркие черты медийного образа Воли можно выделить. Чем он запоминается? Скорее всего, сначала можно выделить внешность. Так как внешний облик человека мы невольно оцениваем в первую очередь. Что еще? Может быть, отношения с женой, о которых Воля с одной стороны предпочитает молчать, а с другой заявляет на большую аудиторию. Возможно, вам вспомнилась манера Воли общаться с гостями Камеди Клаб. А может, в медийном образе Воли выделяется его навязчивость? Ведь он – одно из главных лиц ТНТ, у которых на счету более 10 проектов. Это может создавать впечатление, что Воли на телевидении слишком много. Но давайте по порядку. У Павла Воли действительно яркая и запоминающаяся внешность, которая часто становится поводом для шуток. К примеру, в прожарке. Ты недавно попал в Нигу рекордов Гиннесса как самый богатый бильярдный киев в мире. Кстати, из любняка Медиклаб Паша до сих пор бы работал на центральном рынке города Пензы вот этой палкой, которая снимает одежду с верху. Конечно, в худобе и высоком росте нет ничего особенного. Многие люди обладают такими параметрами. Но дело не столько в них, сколько в том, как сам Воля обыгрывает особенности своей внешности. Он относится к ним с принятием и использует для выстраивания образа. В начале своей телевизионной карьеры он придумал псевдоним «Гламурный подонок». Соответствующий одевался и вел себя на сцене. А сама его внешность в таком облике выглядела органично. К тому же стоит помнить, что в мире шоу-бизнеса важно выделяться. Павел Воля, возможно, выбрал такой стиль, чтобы создать свой уникальный образ, который будет запоминаться и отличать его от других. А если учесть, что идея комедии зародилась как противовес КВН, где юмор не отличался остротой, то такой развязный образ был подобран очень точно, и Павел этот образ отыгрывал качественно. Внешность воли и шутки про нее стали одним из составных элементов его популярности. На возможность пошутить над собой Павел смотрит с профессиональной точки зрения и самого себя рассматривает как объект юмора. Пошутить над человеком, бог с ним, подставится вот это высший пилотаж. Лечь так, чтобы смогли пошутить про тебя. А потом еще после того, как пошутили, еще чуть закинуть, пускай добивают. Павел часто шутит над самим собой. Так он смешит коллег и зрителей. Но вместе с тем он может таким образом реализовать механизм психологической защиты. Возможно, он использует этот прием, чтобы ударить себя первым, предверяя потенциальную критику со стороны других. Этот момент напоминает финальную сцену из «Восьмой мили». Воля позволяет другим шутить над своей внешностью. И сам нередко шутит над внешностью других. Вы замечательно выглядите, реально. Как будто отец привел сына наркомана на телевидение. Вылечите его. Ты, кстати, что-то среднее между Ким Чен Ыном и концертным директором Соловьева. Что даже такой небольшой штрих говорит о коммуникативном стиле Павли Воли? Ну, во-первых, взаимный обмен шутками над внешностью, как ни странно, налаживает позитивную атмосферу и сбрасывает напряжение. Позволяя шутить над своей внешностью, Павел как бы шлет послание. Не думай, что я слишком серьезен. Я могу расслабиться и посмеяться над собой. Именно за счет этого напряжения диалоги не возникает. То есть вы хотите, чтобы я забрал это? Да, конечно. Я старалась. А мне что, не принесли гамбургер с пуговичку? Во-вторых, взаимные шутки над внешностью выстраивают ситуацию равенства между собеседниками. Если кто-то шутит над внешностью Павла, он позволяет себе пошутить в ответ. Но не с целью обидеть или задеть, а с целью поставить себя и собеседника на один уровень. Таким образом, Павел не дает собеседнику подняться выше себя и не позволяет принизить себя. Собеседники остаются друг с другом на равных. А можно попросить вас так увлековечить немного и меня? Сочините какой-нибудь одностиши про меня. Такой вот, чтобы там было обязательно комедий-клаб, Павел Воля, самые сексуальные и все его хотят. Надо просто повторить, я же уже вам все сказал. Все сказанное можно, не упоминая всех этих составляющих, просто в одну строчку введите. А я вас не узнал из санитара. Отлично! Конечно, шутить над внешностью другого человека, это как ходить по тонкому льду. У каждого свои чувствительные темы, шутки над которыми покажутся неприемлемыми. И важно учитывать эту особенность собеседника. Нужно быть до определенной степени толстокожим, чтобы не воспринимать шутки над своей внешностью близко к сердцу. Ну, как я уже отметил, Павлу добавляет профессионализма то, что он, как комик, рассматривает себя как объект юмора. Я сам помогу надо мной пошутить. И, на мой взгляд, это и есть высший класс. В-третьих, такой подход помогает Павлу держать фокус на публичном выступлении и, собственно, на ведении шоу, его основной деятельности. Он воспримет и оценит шутку, но не будет зацикливаться на ней, а будет использовать ее как почву для следующей шутки или же вовсе сменит тему. Если обобщить вышесказанное, в области коммуникации Павел реализует правила из сферы юмора. Об этом правиле он говорит в своем курсе «Как научиться шутить». Заметьте то, что людям смешно у вас. Просто заметьте это. И пытайтесь шутить на эти же темы. Воля подходит к самому себе с исследовательской точки зрения. Пытается заметить, что людям нравится или не нравится в нем. Что бросается в глаза, на что публика реагирует. Если коллеги хотят шутить над внешностью, не проблема. Сколько лет я уже тощая палка из Пензы. Пензенский дрищ. Если же темой шутки становится его медийный образ в целом, Павел не имеет ничего против. Ламурный подонок умер. Раньше у тебя на кофте было написано хуй. Сейчас у тебя стихи Есенина. Давайте перейдем от анализа внешнего облика Павла к анализу облика медийного. А именно рассмотрим, как и в связи с чем менялись его коммуникативные стратегии. О том, почему сами шутки о медийном образе со стороны коллег Павла никак не обижают и не трогают, я расскажу в конце. Большая популярность на телевидении когда-то пришла к Павлу именно за счет дерзкого образа и вызывающего манера общения с гостями Камеди Клаб. Быстро. Билет за 175 долбанных долларов не позволяет тебе держать фотоаппарат и говорить папе пест. Расскажу тогда хочу. Причем изначально на Камеди подобный формат не был запланирован. Суть шоу сводилась к юмористическим скетчам. В итоге не все пошло по плану, но Павлу это сыграло на руку. И после этого я сказал, ну теперь я вот буду выступать и в тишину прочитал стихи. И стало понятно, что мне на сцену надо выходить вот с этим. Вот то, что у тебя было, три шутки. Вот все, давай. Отличительная манера общения воли с гостями была результатом эксперимента и в какой-то степени случайностью. Это характеризует комика как человека гибкого и способного использовать обстоятельства в свою пользу, даже если они сложились не так, как он ожидал. Кто-то отреагировал и ты на это отреагировал. На этом фоне ярко выделяется то, как Павел относится к публичным неудачам и собственным провальным выступлением. Он не стал цепляться за заготовленный формат, а проявил гибкость и уловил, что интересно аудитории. Другой человек на его месте после публичной неудачи, вполне возможно, вообще перестал бы заниматься юмористическими выступлениями. Но цель воли была не в том, чтобы всем понравиться или чтобы все о нем узнали и признали его талант. Он не преследует такой цели до сих пор, по его словам. И один Саша, которому 17 лет, говорит, а кто это? Санек, респект. Саша 17 лет. Саша не должен знать, кто я такой. Интересно разобраться в стиле атаки и острословия Павла, особенно на первых этапах его выступлений. Я даже не буду ничего говорить про вас. Откуда? Я вас не знаю, вы меня не знаете. Я ваши актерские работы не видел. Как мне это... Иногда своими колкостями Павел перегибал палку и откровенно насмехался над гостями. В таких случаях он мог получить обратную реакцию от гостя. Человек, передозировка хной, Роман Трахтенберг. Конечно, много можно говорить о том, что такое Трахтенберг, это фамилия или планы на вечер. Меня удивляет, что вот у меня передозировка хны, а у меня передозировка говна. И по всей видимости, вот этот шарпик, который, да, он дает шарпину полностью вытянутся из-за его шарпикации. Было бы странно думать, что гости шоу не захотели бы ответить на юмористическое хамство. Но Павел, кажется, к такому раскладу готов и понимает, как сгладить углы. Что же именно он делает для этого? Он выбирает тактику взаимного и равнозначного обмена сообщениями. Павел произнес обидную шутку в адрес Романа. Роман уже не в шутливой форме ответил Павлу. Если бы Павел выбрал продолжить обмен, он бы поставил Романа в ситуацию, в которую он был бы вынужден ответить, чтобы не оказаться в слабой позиции. И неизвестно, как долго бы этот обмен продолжался и чем бы закончился, ведь с каждым новым сообщением напряжение бы возрастало. Поэтому Павел выбирает этот обмен просто закончить, так как он уже стал равнозначным. Одно сообщение от него и одно от Романа. Браво, друзья! Конечно, такая тактика не идеальна. Иногда у одного из участников обмена может остаться чувство недосказанности или обиды. Комедиклаб – это вообще такая прогрессивная программа, такое прогрессивное веяние. Безусловно, они революционеры. Но, во-первых, в чем дело, происходит деградация общества. И революционеры сейчас, а не другие тоже. Но в случае Павла его задача была погасить напряжение в конкретном моменте. И ему это удалось, хоть и не без последствий. Почему же такой формат коммуникации, что называется, выстрелил и стал популярным? Во многом за счет того, что Павел вставал на место зрителя и говорил все, что у людей по ту сторону экрана было на уме. Люди часто выбирают такие формы самовыражения, которые соответствуют их внутреннему миру. Воля, возможно, чувствовал, что его стиль атаки и острословия позволяет ему наилучшим образом передать свое мироощущение. К тому же, своими колкостями он вызвал неожиданные, неподдельные реакции гостей. Это и вызвало большой отклик. За проявлением живых реакций всегда интересно наблюдать, а Павел умело играл на эмоциях зрителей. Он будто бросал гостям вызов и спрашивал, как долго они смогут терпеть его подколы, смогут ли выдержать удар, сколько смогут смеяться над собой и не воспринимать его слова слишком серьезно. «Прекрасная кофта сутенера с люрексом, супер!» «Я знал, что здесь подвергнуть такому легкому молодежному хамству – это нормально. Вот, в хорошем смысле слова». «Конечно!» «В комедиклаб очень свежо прозвучало слово «жопа» уже два раза». «Вы знаете, слово «жопа» – это всегда свежо, если мыть». Карьера Павла Воли пришлась на времена, когда российское телевидение переживало большие изменения. Новые форматы, новые лица и свободу слова после союзных времен предоставили ему платформу для экспериментов. На этой волне он мог позволить тебе быть более откровенным и прямолинейным. Это резонировало с тогдашними настроениями в обществе. Сама манера общения уже закрепилась за Павлом и его соведущим в качестве отличительной особенности передач. Уже нет надобности привлекать к шоу внимание с помощью скандалов и провокационных высказываний. К тому же сказывается и опыт Павла. Все люди разные, и не каждому удавалось пропустить обидную шутку мимо ушей. Поэтому сейчас в общении с гостями Павел сначала, можно сказать, прощупывает почву, исследует гостя, наблюдает за реакцией, пытается оценить, насколько можно поднять планку в остроте юмора. И только потом приступает к шуткам. К примеру, в одном из выпусков Павел заметил, что гости медленно реагируют на шутки и стал использовать это ее качество как основу для юмора. Он делал это достаточно мягко и не добавлял никаких комментариев в сторону личности самой девушки. У нас к тебе один единственный вопрос напоследок. Ты понимаешь, где ты? В другом случае, например, в общении с Амираном Сардаровым. Павел чуть более резок, но дружелюбная манера все равно сохраняется. То есть ты так называешь своих подписчиков, которые покупают, да? Все, кто купили, молодцы. Ты лох. Потому что я тебе мог его подарить. В общении с гостями Павел все-таки не стремится выйти на конфликт и создать скандальность. Он хочет рассмешить, не более. И при внимательном подходе к гостю это получается удачно, хоть и не так остро, как раньше. За многолетнюю карьеру медийный образ Павла изменился. От гламурного подонка мало что осталось. Сейчас его скорее можно назвать кем-то вроде сына маминой подруги. Он заботливый муж и отец. Спокойный, деликатный, неагрессивный, любящий. Именно за проявление этих качеств над Павлом шутят его коллеги. Паш, как ты уже понял, сегодня здесь прозвучат самые острые и самые смелые шутки про тебя, которые нам одобрила Ли Сан. Очевидно, если эти качества становятся поводом для шуток, они заметно выделяются в человеке и могут что-то сообщать о его поведении, стиле общения. Давайте пойдем далее и проанализируем, как Павел выстраивает коммуникацию не публично, а лично в общении с семьей и коллегами. Над Павлом волей смеются за слишком открытые проявления чувств. Но шуток об этом гораздо больше, чем самих публичных признаний в любви. Я очень громко кричу, я, Ли Сан, я люблю тебя. И это, пожалуй, все из общественного, что я могу подарить вам, господа. А все остальное любит тишину. Семейные отношения, бесспорно, оказали влияние на стиле общения Павла. Ты так ударился в семью, что в последний год имя Ли Сан прозвучало с экранов телевизоров чаще, чем Путин. Мне кажется, на ближайших выборах Ли Сан сможет баллотироваться и даже сможет победить. И тогда у тебя появится шанс стать первой леди. Конечно, мы не знаем всю подноготную отношение Павла с супругой. И можем только сузить по тому, что есть в общем доступе. Но и этого достаточно, чтобы понять, как Павел относится к жене и семье. Тот, кто тебе дарит время, свое время, и твое время тебе дарит тоже. С появлением семьи в жизни Павла можно говорить о том, что изменился характер его намерений. С ребяческих на более серьезные. Какое-то другое отношение к этому, ко всему было. Типа, что, пресс-конференция? А, чепушня, погнали, давайте, что у вас? Из разных высказываний Павла становится ясно, что он воспринимает жену, детей и, впрочем, всех окружающих людей в целом, как самостоятельных и отдельных от него личностей. А не как его собственность или людей, которыми можно управлять. И это так странно, да и так больно осознавать, что они отдельные люди, другие, и что они в твоем доме только гости на короткий период времени. Члены семьи, в свою очередь, делают то же самое. На этой основе и складываются крепкие и гармоничные отношения. Но идеальных отношений не бывает. Рано или поздно возникают конфликты. Одно из семейных правил Павла Воли – все недовольства обсуждать на берегу, то есть не позволять гневу накапливаться и перерастать в большую ссору. Если тебе что-то не нравится, сейчас, здесь обсуждай это. Вот немедленно. Не смей выходить из этой комнаты, если тебе что-то не нравится. Обсуждение недовольства на берегу кажется разумным. Но это не означает, что конфликты всегда решаются исключительно открытым общением. Важно понимать, что даже с обсуждением некоторые проблемы могут оставаться нерешенными. А искренность в таких обсуждениях может быть подвержена сомнению. Однако нужно, конечно же, учитывать индивидуальные особенности каждой пары. И, видимо, Павлу с Лейсан в этом повезло. По крайней мере, не из открытых источников не удалось обнаружить противоречий в использовании подобного подхода к решению конфликтов именно у них. Показательным является то, что Павел и Лейсан работают на совместных проектах. А значит, умеют разграничивать и работу, и личную жизнь. Иногда трудно удержаться и не перенести личное в рабочее, что становится поводом для ссор. Но из публичных интервью складывается мнение, что это не их случай. В рамках шуток про семейные отношения в прожарке комики подчеркивали, что публичное признание в любви не выглядит мужественно. Но у Павла на этот счет другое мнение. А я считаю, что от того, что ты признался в любви своей женщине, ты слабее не стал. Но только ли во внешности проявляется мужественность? Распространено мнение, согласно которому типичные черты мускулиности – это в первую очередь использование физической силы доминирования над другими и независимости. Об этой теме я подробно рассказывал в разборе фильма «Джентльмены Гайя Ричи». Мускулиность может проявляться в разных сочетаниях и формах в зависимости от личности каждого конкретного человека. Не менее важными чертами мускулиности являются также ответственность, решительность, рациональность, оказание поддержки окружающим. И именно через эти качества и проявляется мужественность Павла Воли. В коммуникации он не стремится доминировать. Как я уже отметил выше, в диалоге он старается выстроить собеседникам равнозначные отношения. Павел тверд в своих убеждениях и не позволяет другим посеять в себе зерно сомнения при первом каверзном вопросе. Я думаю, что мужчины, которые как-то пытаются сохранить свою мускулистость, посмотри, какой я здоровый по сравнению с тобой, неужели я на тебя буду тратить свое время, на то, что я кому-то там буду рассказывать, как я тебя люблю. А вдруг все увидят, как я тебя люблю? Ты дурак, пускай все увидят. Какая разница, что там они все? То, что для других выглядит как слабость, для Воли – сила. От того, что ты признался в любви своей женщине, ты слабее не стал. Он не стремится публично демонстрировать свое превосходство. Он может говорить о своих достижениях, но делает это с долей самокритичности, таким образом сочетая уверенность и скромность. Скромное описание собственных достижений может быть формой скрытого нарциссизма. Человек, который умело сочетает уверенность и скромность, может делать это не из истинной скромности, а чтобы получить еще большее одобрение и восхищение от окружающих. Сомневаться в идеальности такого поведения стоит, потому что любая экстремальная модель поведения, даже если она внешне кажется безупречной, может иметь скрытые мотивы и непредвиденные последствия. Я всегда считаю, что можно было лучше. Я не идеалист, не перфекционист. Я трезво оцениваю, что всегда чего-то не хватило. Еще одна характерная особенность коммуникативного стиля Павла – он не скупится на слова поддержки и признания других людей, иногда даже отодвигая себя на второй план. Шоу писалось на одном дыхании, да, все, все молодцы. Это ребята молодцы, это операторы молодцы, это все молодцы. Только не он. Он не красуется. Он проявляется через помощь и поддержку. Люди, окружающие его, будь это члены семьи или коллеги по работе, знают, что на него можно положиться. И это его качество – тоже повод для шуток. Паша очень хороший человек, очень хороший друг. Он всегда сможет подменить тебя на работе, даже если ты его об этом не просил. Так как главное оружие Павла Воли – это шутки, то есть, по сути, ораторское мастерство, умение в нужный момент подобрать нужные слова, он часто задумывается о том, как его высказывания повлияют на собеседника. То, с чем я борюсь все время – не быть душным, не лезть с советами, когда их не просят, никто не любит совет, когда его не просили. Такая особенность коммуникации характеризует Павла как человека в целом неконфликтного. Он может грамотно оценить ситуацию, предвосхитить потенциальную ссору и не создать условий для ее возникновения. Таким образом, он не вовлекает ни себя, ни противоположную сторону в ненужный конфликт. В общении Павел снова придерживается правила из области юмора. Одним словом, это правило можно назвать уместностью. Будьте серьезным, когда этого требует ситуация. И шутите тогда, когда для этого есть подходящий момент. Павел противопоставляет себя тем мужчинам, которые, исходя из личных убеждений, не хотят проявлять эти качества открыто или считают, что в этом нет необходимости. Есть целая категория мужчин, которые говорят, что вообще не надо это говорить. Все понятно, поделиваю. Ну, надо своей не говори. Пускай твоя, которой ты никогда не говорил, до конца жизни ходит с ощущением, что про нее и говорить не надо. Таким поведением и условным отделением себя от других Павел транслирует идею, что ему не особо важно, что о нем думает большинство. В первую очередь его волнует мнение близких, мнение коллег по работе, о его профессиональной деятельности и его собственное мнение о самом себе. Теория социального обмена предполагает, что взаимодействие между людьми основывается на оценке выгод и затрат. Павел, рассуждая о последствиях своих поступков, может неосознанно поддаваться расчетливому подходу к социальным взаимодействиям, где каждый жест или слово взвешивается по принципу максимизации положительного исхода для его социального капитала. Павел утверждает, что старается не быть душным и не давать непрошенных советов. Однако его осторожное и продуманное поведение может скрывать манипулятивный аспект, где каждый шаг рассчитан на достижение определенного эффекта, будь это избежание конфликта или создание определенного впечатления. С одной стороны, Павел думает о последствиях своих слов и поступков, это может говорить о том, что он ответственный и зрелый человек, который заботится о том, чтобы не причинить кому-то вред, но в то же время его забота о том, как его воспринимают другие, может показаться, что он старается контролировать все вокруг, чтобы всегда оставаться в хорошем свете. Это может создать впечатление, что он не всегда искренен, а иногда просто играет роль, чтобы поддерживать хорошие отношения с людьми. Интересно вспомнить момент из интервью с Надеждой Стрелец. Павел рассказывает о том, какой важный жизненный урок передал ему отец и вспоминает конкретный диалог. А будь добрым и честным, я его спросил, а почему быть добрым и честным-то? Ну мир не добрый и не честный. На этот вопрос у отца Павла нашелся понятный и ясный ответ. Этим наставлением, как говорит сам Павел, он пользуется до сих пор. И мне отец сказал, что да не важно какой мир, важно какой ты в этом мире и какой будет спрос с тебя для этого мира. Если ты будешь честным и будешь поступать по добру, то даже если что-то плохое ты совершишь, с тебя нет никакого спроса. Ты честный и добрый дурак. А если ты поступил по злому и по нечестному, ты уже совсем другой тип. И там уже можно про тебя и тебе про себя подумать всякое. Совет отца выявляет ценностные установки убеждений, которые, возможно, влияют на стиль общения и образ жизни Павла. Независимо от того, насколько сложным и несправедливым может показаться мир, для воли важно следовать принципам добра и честности. В моменты общественного давления и критики, благодаря внутреннему компасу, переданному отцом, Павел остается верным себе. Эта философия может быть именно той причиной, по которой Павел столь прямолинеен, откровенен и не боится говорить правду, даже если она может показаться горькой или неудобной. Его стиль атаки и острословия, о которых я говорил ранее, это возможное проявление искренности и примоты. Вероятно, если Павел упомянул этот диалог с отцом, это наставление стало ключевым в формировании его мировоззрения. Оно подчеркивает значимость семейных ценностей в жизни Павла, а также доброе и честное отношение к себе и к людям. Совет отца Павла воли несет в себе глубокую философскую моральную нагрузку, основанную на принципах добродетели и моральной ответственности. Этот совет, который он запомнил, отражает классическую дихотомию между добродетельным и порочным поведением, которое изучается в этике с древних времен, начиная с учений Платона и Аристотеля до современных философских теорий. Однако критический анализ этого мироощущения может выявить потенциальные слабости в таком черно-белом восприятии морали. На первый взгляд, подход, который декларирует, что если человек действует по добру, то с него нет спроса даже при совершении плохих поступков, может казаться оправданием невнимания к последствиям своих действий. Философы морали, такие как Эммануил Кант, подчеркивали важность намерений за действиями, но также и важность учитывать последствия этих действий. Если индивид может уйти от ответственности за плохие действия под защитой своей доброты и честности, это ставит под вопрос принципы справедливости и равенства перед законом и моралью. Подобное мировоззрение может также привести к самооправданию и созданию иллюзий морального превосходства, что философ Фридрих Ницше критиковал как мораль рабов. Подразумевается, что человек может использовать свою доброту как щит или маску, за которой скрывается нежелание сталкиваться с реальными этическими дилеммами. Похоже, Павел Воле старается избегать ссоры и конфликтов и всегда ведет себя вежливо. Можно подумать, что он делает это не просто так, а чтобы люди всегда думали о нем хорошо и не критиковали. Типа, если он всегда хороший парень, то ему проще. Никто не будет его осуждать. На такой взгляд вызывает вопросы, не становится ли это предлогом, чтобы не отвечать за свои слова и поступки. Ведь если кто-то всегда считает себя правым, это может мешать понять, что иногда он тоже может ошибаться. Важно найти золотую середину, быть самим собой, но при этом не забывать, что ты в ответе за свои действия перед другими людьми и не обманывать себя, что все всегда хорошо, когда это не так. Однако мы тут опять сталкиваемся с тем, что такое поведение также может быть рассчитано на создание имиджа человека из народа, что в свою очередь помогает ему сохранять популярность и избегать критики. Это позволяет не столько проявлять истинную скромность, сколько укреплять свой образ в глазах публики. Хотя привлекательный образ скромного, но успешного человека может казаться идеалом, необходимо все-таки осознавать, что в публичном пространстве каждый шаг часто рассчитан на восприятие широкой аудитории, может быть не полностью свободен от стремления контролировать общественное мнение. Из того, как Павел волей действует в общении, можно сделать выводы об особенностях его коммуникативного стиля и о его отношении к конфликтам. В первую очередь Павел изучает собеседника, анализирует, в каком ключе можно вести с ним диалог, какие высказывания можно себе позволить и какие нет. Конфликтных ситуаций он в целом стремится избегать. Делает он это за счет того, что внимательно просчитывает, какой эффект его слова и действия могут оказать на собеседника. Если конфликтная ситуация все же возникла, Павел старается как можно скорее погасить ее, напомнив ее участникам об уместности их действий. Коммуникативный стиль Павла Воли это не единственный универсальный вариант решения конфликтов. Конфликты могут развиваться по разным сценариям. Важно не только знать, как вести себя во время спора, но и понимать, как построить взаимодействие после него, чтобы вернуть общение в продуктивное русло. О стадиях развития конфликта и способах его решения вы можете узнать на моем курсе «Как разрешать конфликты», который является частью основного курса по искусству коммуникации на образовательной платформе Mental Room. После прохождения курса вы сможете овладеть практическими навыками, которые будут полезны при разрешении конфликтов. Вы разберетесь, как предотвращать конфликт, конструктивно вести диалог и управлять эмоциями собеседника. Эти навыки пригодятся в общении с семьей, друзьями и коллегами по работе. Я уже проанализировал довольно много информации касательно Павла, но этого пока недостаточно, чтобы сложить общую картину и понять, из каких элементов складывается его образ. Осталось поднять на поверхность еще несколько важных деталей, буквально чуть-чуть. На несколько секунд давайте отличимся от центральной фигуры разбора и поговорим об особенностях нашего поведения в социуме. Для этого затронем книгу американского психолога Ирвинга Гоффмана «Представление себя другим в повседневной жизни». Эта книга – одно из ключевых произведений в области социологии, которые изучают поведение человека в социальном контексте. Для описания социального взаимодействия Гоффман использует театральную метафору и таким образом сравнивает поведение людей в обществе с представлением на сцене. Социальное взаимодействие Гоффман делит на две категории – сцену, где человек выступает перед публикой, и кулисы, где он готовится к выступлению и может быть собой. Павел Воля – яркая публичная личность, постоянно находящаяся на сцене, перед глазами миллионов. Как и любой артист, он тщательно выстраивает свой образ, будь это телевизионное шоу или социальные сети. Но что скрывается за кулисами? Гоффман утверждает, что именно там происходит настоящая жизнь. Полные эмоции, размышлений и не всегда идеальных решений. Судя по редким интервью и откровенным моментам, Павел – человек с глубокой рефлексией, чья закулисная жизнь может быть куда более многогранной, чем мы предполагаем. Воля – мастер создания впечатлений. Он умело играет на контрастах. Иногда кажется жестким и прямолинейным, иногда демонстрирует уязвимость и эмоциональность. Гоффман говорит, что мы все играем роли, стремясь произвести нужные впечатления на окружающих. Павел Воля использует эту концепцию по максимуму, создавая многослойный образ, который вызывает у аудитории разнообразные реакции. Как утверждает Гоффман, каждый из нас играет разные роли в разных социокультурных контекстах. Павел Воля – не исключение. В качестве комедианта он критикует, развлекает, провоцирует. В роли ведущего он становится более дипломатичным и выступает посредником, мостом между артистами и зрителями, создавая гармоничную атмосферу студии. Именно поэтому его не задевает ни шутки про внешность, ни шутки про его медийный образ и даже про его семью и жену. Он понимает, кто он в конкретной ситуации и остается уместным в любых обстоятельствах, соответствуя нужной роли. Но ни одна публичная личность не застрахована от ошибок. В этом случае также применимы уроки Гоффмана. Когда впечатление под угрозой, Павел часто использует юмор, самоиронию и быстро меняет тему, чтобы вернуть контроль над ситуацией. Он может прореагировать на собственный провал и обернуть его в свою пользу. Гоффман утверждает, что образ — это не всегда отражение реальности. На примере Павла Воли мы видим, как сложно разграничить, где заканчиваются созданные образы и начинается настоящий человек. Однако именно эта книга может стать ключом к пониманию того, что каждая публичная личность — это симбиоз реального человека и тщательно выстраиваемого имиджа. Через призму теории Гоффмана мы можем увидеть Павла Воли не только как успешного комедианта и ведущего, но и как сложную личность, которая балансирует между социальными нормами. Книга дает возможность глубже понять, как Павел Воли строит отношения с аудиторией, как он адаптируется к различным социальным ситуациям и каким образом управляет своим образом в глазах публики. Павел Воли — это образец сочетания гибкости в карьере и постоянства в общении. Его набор личностных качеств и навыков создают уникальный коммуникативный стиль, в котором прослеживается умение оставаться собеседником на равных, способность предвосхищать конфликты и справляться с критикой. Однако даже у такой публичной личности, как Павел Воли, есть свое закулисье. Это пространство, где он может быть наедине с собой, не играя роли. Его личная жизнь, время с семьей и друзьями становится убежищем, где он может отдохнуть от публичности. Его творческий процесс, создание новых шуток и размышлений о жизни — еще один аспект этого закулисья. А иногда в редких и откровенных интервью Павел снимает маску, позволяя зрителям увидеть его в более уязвимом и честном свете. И знаете, порой все-таки в этой закулисье, где человек хочет быть наедине с самим собой и своим окружением, лучше не лезть. А вопрос искренности, который он там предоставляет, — это уже его личное дело. На сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся.